Хвала Аллаху Субханаху Ата'аля, Господу миров, Милостивому Милосердному, Царю Судного Дня! Кого же Он поведет прямым путем, То никто не сможет сбить Его с прямого пути. Кого же Он ведет заблуждение, То не найдете Ему наставителя. Мир и благословение последнему пророку и посланнику, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, И всем тем, кто последовали за Ним до Судного Дня. Вот те, которые уверовали, Бойтесь Аллаха Субханаху Ата'аля должным образом, И не покидайте этот мир не иначе, как будучи мусульманами. Вот те, которые уверовали, Бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Аллах исправит ваше положение И простит вам ваши грехи. Поистине тот, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, преуспеет огромным преуспеянием. Вот те, которые уверовали. Всевышний Аллах Субханаху Ата'аля выбрал среди людей самого лучшего, самого чистого и самого сострадательного человека. И сделал его пророком, наделил его пророческой миссией. Его пророчества, его переживания за его умму проявятся, не только проявлялась в этом мире, но проявятся также в будущей жизни, а именно в Судный день. Каждый из нас, каждый человек создан таким образом, что он всегда ищет для себя легкости, облегчения, а порой всегда оправдания. Человек утешает себя тем, что у него есть время. Он утешает себя всегда тем, что он успеет. А некоторые и совсем учешают себя тем, что им завтра все простится. Или завтра они будут помилованы. А именно мы говорим о нашей вере и наших сердцах. Всевышний Аллах не спасал Кур'ан и отправил Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, в качестве пророка и посланника, для того, чтобы наша жизнь в этом мире была насыщена и наполнена поклонением, соблюдением, предписанием Всевышнего Аллаха. Но зачастую человек всегда ищет для себя оправданий и говорит, я успею. Главное, чистое сердце. Главное, никому не делай плохое, а все, что будет там, в Судный день, Аллах простит и помилует. И он абсолютно не обращает внимания на то, что он оставил все пять молитв, что она не одевает хиджаб, что они употребляют спиртное и употребляют свинину. Они стали светскими людьми, но они стали мусульманами или они являются мусульманами в душе. Для того, чтобы человек всегда не питал себя надеждами обманутыми или же не надеялся на пустоту, хочется вспомнить один величайший хадис посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. А именно о событии или событиях Судного дня, для того, чтобы каждому из нас стало ясно, насколько там будет все серьезно. И для того, чтобы для нас стало ясно, что сегодняшнее наше время – это время действий. В хадисе, который передает Абу-Хурейра, радия Аллаху альхи вассалям, сообщается, что однажды к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, принесли мясо, которым его угостили. И ему протянули лопатку, которую он любил. Он любил именно это место, есть мясо с этого места. Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, оторвал кусочек мяса, попробовал его и сказал, «Знаете ли вы о том, что я являюсь господином людей Судного дня?» Сподвижники сказали, «Каким же образом о посланнике Аллаху?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «В Судный день людей соберут всех, абсолютно всех в одном месте. Приблизится солнце, настолько близко к людям, на расстоянии мили. Они будут тонуть в своем поту, они будут испытывать страх, переживания и разочарования от того, что ждет их совсем скоро. Тогда одни люди скажут другим, «Давайте найдем кого-либо, кто заступится за нас перед Аллахом». А именно «заступиться» означает, чтобы это наше положение изменилось, ведь они ожидают всего лишь начала Судного дня. Чтобы этот Судный день уже начался, ведь они не знают, что после Судного дня будет либо же совсем хуже, либо же совсем приятно. Вот они придут к Адаму, алейхи вассалям, и скажут, «О, Адам, Аллах создал тебя своими обеими руками. Аллах, субханаху ата'аля, повелел ангелам поклониться тебе, попросил у Аллаха за нас, разве ты не видишь, в каком мы положении находимся?» Положение страха, ужаса и переживаний. Тогда Адам, алейхи вассалям, скажет, «Аллах сегодня разгневался так, как никогда не гневался больше, и он не разгневается так больше никогда». Он скажет, «Аллах повелел мне не есть плод дерева, а я ослушался его». И он скажет, «Я сам, я сам. Идите к кому-либо, кроме меня. Идите к другому». Они придут к Нуху, алейхи вассалям, и скажут, «О, Нух, Аллах тебя назвал в Коране благодарным рабом». Разве ты не видишь, в каком состоянии мы находимся, попросил у Аллаха за нас? Он скажет, «Аллах разгневался сегодня так, как не гневался никогда, и не разгневается так больше никогда». Он скажет, «У меня была дуа, и я свою дуа сделал против своего народа». Он скажет, «Я сам, я сам». Они придут к Ибрагиму, алейхи вассалям, и повторят ему то же самое. Ибрагиму, алейхи вассалям, скажет, «Сегодня Аллах разгневался так, как никогда не гневался, и никогда больше не разгневается, и упомянет свой проступок, а это то, что он обманул однажды царя, спасая свою супругу от насилия». Он посчитает это ложью и посчитает своим проступком и скажет, «Я сам, я сам». Они придут к Ибрагиму, алейхи вассалям, и скажут у Ибрагиму, «О, Ибрагиму, Аллах тебе даровал много блага, и Аллах разговаривал с тобой речью. Видишь ли ты, в каком мы состоянии оказались, проси у Аллаха за нас заступничество». Тогда он скажет, «Аллах разгневался сегодня так, как не гневался никогда». И он скажет, «Я убил человека, которым не было мне повелено убивать». И он скажет, «Я сам, я сам». Тогда они придут к Иисе, алейхи вассалям, и повторят ему то же самое. И он повторит им то же самое, но не упомянет свой проступок. Затем он скажет, «Идите к Мухаммаду». И вот они придут все к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и когда они к нему придут, он скажет, «Я для этого». Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переживая за свою умму, придет к трону Аллаха и упадет в ниц. И будет взывать к Аллаху субханаху ата'аля мольбой, восхвалением. И он скажет, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аллах откроет мне такие слова, и такую молитву, и такое восхваление Всевышнего Аллаха, которым его еще никто никогда не взывал». Тогда Всевышний Аллах ему скажет, «О, Мухаммад, подними свою голову, встань. Проси, и тебе будет дано». Проси, и ты будешь услышан. Проси заступничества, и тебе оно будет дано. Тогда он скажет, «О, Аллах, умма ти, умма ти». «О, Аллах, моя умма, моя умма». Тогда Всевышний Аллах ему скажет, «Иди и введи в рай тех, которые входят в рай без расчета». В другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что он попросит и скажет, «О, Аллах, начни же судный день». И Аллах начнет его. В другой версии хадисы говорится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, придет к Аллаху трижды. Он будет просить, чтобы начался судный день. Тогда Всевышний Аллах скажет, «Веди в рай тех, у кого нет грехов». Затем он придет и будет просить у Аллаха за тех, которые должны были попасть в огонь, ну, чтобы они не попадали. И он придет, будет просить у Аллаха заступничество, за тех, которые уже вошли в огонь, чтобы Аллах их вывел из огня. Это называется великое событие, великое заступничество. Этим отличается пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, от всех пророков и людей. Тем, что каждый будет говорить, «Я сам». И каждый будет за себя, от страха и ужаса. Несмотря на то, что они были пророками и посланниками, и Аллах уже обещал им рай при их жизни, это страх тех, у которых, как говорится, есть билет в рай. Но что же говорить о тех, у которых нет этого билета? И тех, которым Аллах дал шанс и время в этом мире, они еще молоды, либо же они еще здоровы, у них есть года, либо же дни, либо же часы. И они говорят, главное чистое сердце. Либо говорят, «Я еще успею». Или говорят, «Это чересчур». вера должна быть лайт-версией, простой, либо же еще говорят, традиционной. В понимании традиционной означает, «Я и пью, и гуляю, я раздетый или раздетая, я не молюсь, я не посещаю пятничную молитву, я изредка прихожу на праздничную молитву. И когда кто-то умирает, я обязательно хожу на поминки или на джаназа. А если меня спросят, кто ты по вероисповеданию, я говорю, я мусульманка или я мусульманин. Только потому, что я был рожден в этом народе. и таким образом я попаду в рай». Но, к сожалению, не понимая, что этот хадис говорит о том, что даже пророки и посланники, которые были полны деяний, они будут испытывать страх и ужас и будут говорить «я сам». А еще более того, следует понимать, что Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, разрешит делать заступничество не за каждого. И очень важно знать, кто сможет делать заступничество или за кого смогут делать заступничество. Это важно. Я прошу Аллаха, Субханаху Ата'аля, простить нам наши грехи явные и тайные. Просить у Аллаха прощения, ведь он прощающий, милосердь. Ал-хамду лиллях, ас-салату ас-саламу аля Расулиллях. Однажды Абу Хурейра спросил посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О, посланник Аллаха, кто же удостоится твоего заступничества? Кому же посчастливиться, чтобы ты за него просил у Аллаха в судный день?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, удивился и сказал, «О, Абу Хурейра, я думал, что об этом меня никто не спросит». Но ты спросил. «Удостоится моего заступничества в судный день, кто скажет искренне, искренне скажет, «Ля иляха илля Аллах». От всего сердца искренне скажет, «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Означает ли это то, что всего лишь эти слова достаточны? Искренне означает, что если он сказал это словами, то он подтверждает это своим сердцем и подтверждает своими делами. Он говорит, «О, Аллах, нет никого, кроме тебя достойного поклонения». И значит, поклоняется Аллаху. Он говорит, «О, Аллах, Мухаммад твой посланник, и я свидетельствую этому». А затем поклоняется так, как Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, показал и предписал. Это не означает всего лишь сказать, «Ла Иллах, Илла Аллах», и на этом достаточно. На этом успокоиться и сказать, главное, чистое сердце. Шайтан обманывает человека, вселяя в его душу надежды. Аллах, субханаху ата'аля, прощающий, милосердный, без сомнения. Но в то же время он говорит в Кур'ане, что он суров в наказании. Это говорит о том, что надейся на милость Аллаха и бойся его наказания. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Абу Саид, аль-Худри, радия Аллаху альхи вассалям, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в судный день, сказал, что в судный день также будут делать заступничества люди друг за друга. И люди придут к Аллаху и скажут, «О, Аллах, эти люди, мои друзья, мои знакомые, они молились с нами, они постились с нами, они совершали хад с нами, но, возможно, они по причине грехов попали в огонь. Разреши нам за них сделать заступничество». И тогда Аллах скажет, «Выведите их из ада». Тогда Всевышний Аллах, субхану ата'алла, запретит огню прикасаться к обличию этих людей, и они войдут в огонь и вытащат своих близких, друзей. Но обратите внимание, они будут говорить и находить доказательства для того, чтобы им было позволено их вытащить оттуда. Они скажут, они молились с нами, они постились с нами, они совершали хад с нами. Означает, что мы видели их в мечетях, мы молились с ними, когда приходило время молитвы. Но они не смогут сказать, «О, Аллах, мы молились, а они там в душе верили в Тебя». Аллах, субхану ата'алла, скажет, пророки делали заступничество, просили делали заступничество, ангелы делали заступничество, и люди делали заступничество. Но остался самый милосердный. Самый милосердный. И тогда Аллах, субханаху ата'аля, выведет оттуда горстку людей. И как в хадисе говорится, это те, которые вообще не знали, что такое добро. Это означает, что их грехов было настолько много, а благих деяния было мало, что наравне с этим можно сказать, что они вообще не знали добра. Но при одном условии они должны были быть мусульманами. Вот те, которые уверовали. В судный день будут делать заступничество пророки, ангелы, люди, родители за детей и дети за родителей. Но при трех условиях. Аллах, субханаху ата'аля, говорит, Аллах, субханаху ата'аля, говорит, «Сколько же есть ангелов на небесах, чье заступничество будет бесполезным, кроме тех, кому Аллах это дозволит и кем Аллах будет доволен». Аллах говорит, «Кто же сможет сделать заступничество без его позволения?» Это говорит о том, что Аллах должен быть доволен, за кого будут делать заступничество. Аллах должен быть доволен, кто делает заступничество, кто просит у Аллаха разрешения. А затем, кому Аллах это позволит. И поэтому, как в хадисе посланник Аллаха, салаллаху ассаляму, сказал, «Проклинающие будут лишены заступничества в судный день». Проклинающие в этом мире будут лишены заступничества в судный день. То есть им не будет дозволено. Хоть Аллах будет ими, может быть, как верующими доволен, но им не будет разрешено. И поэтому три условия – это Аллах должен быть доволен человеком, за кого заступаются, кто заступается. И без сомнения, это должно быть соизволение Аллаха. А теперь спроси себя, с тем багажом твоих деяний, ты окажешься ли из этой категории? Разрешит ли Аллах за тебя просить, даже если захотят просить? А если они будут просить, то разрешит ли им Аллах это, либо нет? И поэтому не питай себя пустыми надеждами. Не питай себя пустыми надеждами. А также помните о том, что Аллах, субханаху ва Тааля, повелел делать дуа за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васалям. Аллах говорит, Аллах и ангелы просят благословения для пророка, о тех, которые уверовали. Просите благословения для него, мира и благословения. Это означает, что мусульмане часто делают дуа за посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васалям, говоря слова Аллаху алейхи васаляма аля Набина Мухаммад. Особенно в пятницу. Причина в том, что этот человек придет в судный день и будет делать дуа и просить у Аллаха заступничество за всех людей. В первую очередь за свою умму. Аллах, субханаху ата'алла, одарил его особенными видами шафа'а, заступничество. Первое его заступничество будет, называется, величайшее заступничество, это чтобы начался судный день. Заступничество за обитателей рая, чтобы они вошли в рай. И заступничество за обитателей огня, которые должны были войти в огонь, чтобы они не входили в него. И последнее, это исключительное заступничество за своего дядю Абу-Талиба, чтобы он не горел в огне полностью, чтобы Аллах облегчил для него наказание, и он войдет и окажется в огне всего лишь по щиколотке. Но отчего будут кипеть у него мозги. Помимо этого заступничества будут заступаться ангелы, пророки, шахиды, правдивые, родители и дети, и все верующие друг за другом. Но не забывайте при трех условиях. Я прошу Аллаха, субханаху ата'алла, чтобы Он одарил нас и дал нам возможность заступаться и быть теми, за кого будут заступаться в судный день. Ведь мы слабы, ведь наши грехи полны, и благих деяний мало. Но Аллах, милостиво, милосердие. Но в то же время мы должны понимать, что Аллах суров наказание. И поэтому не питайте себя пустыми надеждами. Не идите на поводу у шатана и не идите на его обман. О том, что вы спасетесь. О том, что вы успеете. Время действовать сегодня. Я прошу Аллаха, субханаху ата'алла, простить нам наши грехи явны и тайны. Просить у Аллаха прощения, тем прощающей милосердия.